Ощущение беременного живота уже в послеродовом периоде. Особенно к вечеру живот снизу, так сказать, вываливался уже. Врачи молодцы. Они потому что пугают специально, я думаю. Меня зовут Глаголев Николай Сергеевич. Я заведующий хирургическим отделением номер один городской клинической больницы номер 29. Собственно, в ее стенах мы и находимся. Мы с вами сегодня поговорим про диастаз после беременности, про его устранение. Вот расскажите нам, что такое диастаз и из-за чего он возникает вообще в целом у людей. Ну, диастаз прямых мышц живота – это расхождение краев, ну, медиальных краев, да, срединных краев прямых мышц живота. И расхождение белой линии живота, собственно, которая располагается между этими прямыми мышцами. Состояние это возникает при нескольких ситуациях. Это, если говорить не о беременных, то это ожирение, набор веса. Это отчасти генетическая предрасположенность, может быть. И, соответственно, послеродовый диастаз, то есть состояние, которое возникает в послеродовом периоде. На фоне, опять же, увеличения, чрезмерного увеличения объема живота брюшной полости за счет плода. В послеродовом периоде возникает диастаз прямых мышц живота. Факторы риска, можно сказать, да, то есть причины, понятное дело, да, это увеличение объема живота на фоне того, что формируется ребенок. Но некоторые факторы риска можно пояснить, да, то есть более подробно. Например, многоплодная беременность, чрезмерный набор веса в процессе беременности тоже может привести к развитию диастаза, как и, в принципе, ожирение. Как бы что не зависит от нас, можно сказать, не зависит от пациента, это генетическая предрасположенность. То есть наличие определенных, ну, наличие предрасположенности к формированию растяжения соединительной ткани. А как понять, что образовался диастаз мышц на животе вот именно в период беременности? Как-то можно определить уже? Ну, в период беременности непосредственно чаще всего женщины не обращают на это внимание. И клинически, надо сказать, что вряд ли это удастся выявить. Потому что, опять же, за счет того, что есть ребенок в животе, да, не получится определить тех признаки, которые будут в послеродовом периоде. Поэтому чаще всего все-таки клинические проявления возникают именно в послеродовом периоде. Как понять, что образовался диастаз уже вот после родов? Есть несколько вариантов. Ну, чаще пациенты видят это сами и, ну, скажем так, тревожат хирургов, в первую очередь, пациенты. Каким образом? При вставании, при натуживании появляется такой бугорок или валик по срединной линии в области белой линии живота. Это раз, да, это чаще всего. Часто на это обращают внимание, например, фитнес-тренеры, которые занимаются в послеродовом периоде данными пациентками. Второй, наиболее частый симптом, который беспокоит пациентов, это ощущение беременного живота уже в послеродовом периоде. То есть, они говорят о том, что делаю максимально все возможное, занимаюсь спортом, привожу себя в порядок, но живот не уходит. Да, и, соответственно, в процессе как бы осмотра пациентки чаще всего выявляется диастаз. Третьим симптомом, который тоже чаще всего сопутствует диастазу, это, например, поясничные боли. То есть, боли в спине, в позвоночнике, потому что белая линия живота, она выполняет функцию сухожилия передней брюшной стенки, для мышц передней брюшной стенки. И мышцы попросту крепятся к ней. И, соответственно, когда происходит растяжение белой линии живота и формирование диастаза, то страдает и мышечная система, мышечный каркас, и, в том числе, позвоночник. А можно ли заниматься спортом при диастазе? Вот если девушка уже родила, там, прошел месяц-два, и она начинает активно заниматься спортом, бегать, качать пресс, возможно, фитнес-клуб посещать. То есть, и диастаз, он может как-то спровоцировать более сильные боли? Или вообще противопоказания какие-то есть для занятий спортом при диастазе? Опять же, нет, на данный момент, ну, по крайней мере, я не нашел единой какой-то концепции по этому поводу. Но для себя понял и решил, и говорю об этом пациенткам, что все-таки заниматься спортом можно и нужно. При диастазе просто, может быть, надо выбирать упражнения, которые не направлены на боковые группы мышц, чтобы не было, опять же, чрезмерного растяжения белой линии, а направлены, в основном, допустим, на прямые мышцы живота. То есть, в принципе, сгибание-разгибание, укрепление спины, поддержание общей физической подготовки, то есть, снижение веса, укрепление мышечного каркаса в той или иной степени. Все это допустимо, все это нужно делать. И зачастую я даже пациенткам, которые приходят на первый прием, когда я вижу, что есть где-то все-таки лишний вес, где-то есть все-таки неукрепленные мышцы, я рекомендую где-то полгодика еще позаниматься спортом, снизить вес, укрепить мышцы передней мышечной стенки и потом уже прийти повторно. Потому что может быть такое, что на фоне формирования мышечного каркаса, укрепления мышц и то неудобство, то неудовольствие с собой, которое пациентки предъявляют, оно, может быть, тоже и пройдет. Потому что все-таки мышцы будут тоже более, приобретут тонус, будут удерживать ту обвислость живота, которая их беспокоит. Мы с вами сразу перешли к моему следующему вопросу. Можно ли убрать диастаз при помощи упражнений? Убрать диастаз нельзя. Диастаз может, скажем так, сам уйти, убраться в течение где-то полугода, года послеродовом периоде, послеродов. То есть это, ну, надо понимать, что это физиологический процесс. То есть передняя мышечная стенка, она растягивается. Потом, если нет никаких предрасположенностей, проблем с организмом, то она обратно возвращается в первоначальное состояние. Ну, скажем так, организм готовится к последующим родам, можно сказать. Если этого восстановления не произошло, то, конечно, никакие физические нагрузки его состояния это не вернут. Потому что, опять же, мышцы – это мышцы, а сухожилия, соединительная ткань, которая удерживает мышцы и, собственно, формирует белую линию, это совсем другое. Поэтому физическими упражнениями, нагрузками можно укрепить мышцы, и за счет этого как бы тоже уйдет вот эта дряблость живота. Но чтобы убрать диастаз физическими нагрузками, на мой взгляд, это невозможно, если это уже период больше года после родов. Давайте представим с вами такую ситуацию. Женщина родила, уже стала мамой. Она видит, что у нее появился диастаз. Вот первый месяц после родов, второй месяц после родов. Когда ей стоит уже обратиться к врачу, и вот звоночек, на который она может обратить внимание, что диастаз уже сам по себе не пройдет. Вот когда, на ваш взгляд, лучше всего обратиться? Первое, что хочется сказать, что не надо паниковать, не надо сразу там бежать, искать какого-то хирурга, который там устранит это, уберет и так далее. Диастаз – это ситуация совершенно плановая. Это больше даже относится, можно сказать, к эстетической составляющей, нежели к хирургическому, экстренной хирургической помощи. Потому что никогда диастаз не сможет перейти в острое состояние. Никогда там не ущемится кишечник, какие-то внутренние органы и так далее. То есть этого бояться не стоит. Но если в течение полугода, ну и до года, после родов, не происходит восстановления обычной формы живота, но опять же надо оговориться, что если вы этим занимаетесь, то есть если там все-таки какие-то упражнения проводите, то есть если до этого был тонус хороший, а сейчас он дряблый, то есть не надо думать, что если было все плохо до родов, то после родов можно будет что-то восстановить. Но, к сожалению, так не бывает. Поэтому если до родов было хорошее физическое состояние, после родов уже вот эти месяц, два, три, до года, вы маломальски пытаетесь заниматься собой, и все-таки это не проходит, тогда, наверное, надо показаться хирургу, показаться врачу, чтобы понять, есть ли проблемы и нужно ли устранять. Опять же, есть ли клинические проявления, есть ли боли в спине, есть ли вот эстетические какое-то неудобства, потому что хирургические операции тоже, они обладают определенными опасностями. А можно ли планировать беременность при диастазе? Ну, диастаз не является какой-то патологией, которая является противопоказанием к будущим беременностям, поэтому на этот вопрос однозначный ответ – да, можно планировать беременность, можно беременеть, можно рожать, никаких противопоказаний к этому нет. А можно ли беременеть при наличии диастаза и пупочной грыжи? Ну, вот пупочная грыжа, да, это вопрос уже, действительно, именно пупочная грыжа – это уже патологичное состояние, и здесь надо смотреть, опять же, насколько имеются клинические проявления. Если грыжа беспокоит, если бывают ущемления, если бывают боли в области грыжи, то, на мой взгляд, в предродовом периоде, если вы планируете беременность, или, в принципе, если это беспокоит, то надо, конечно, обратиться к врачу, он уже определит последовательность действия. Если у вас есть пупочная грыжа, вы планируете беременность, то, вероятнее всего, потребуется проведение оперативного вмешательства, ну, в минимальном объеме, допустим, да, в объеме пластики местными тканями, потому что, опять же, это никак не повредит будущее планируемой беременности, и в дальнейшем можно будет с меньшими проблемами дальше заниматься животом. Николай Сергеевич, расскажите нам про операцию, которую вы проводите, насколько я знаю, бесплатно по полюсу МС девушкам после родов, вот, по устранению диастаза. Что это за операция? Как к ней нужно готовиться? Нужно ли к ней как-то готовиться? В стационаре мы в последние три года практикуем проведение, ну, правильно называть, эндоскопические операции, да, то есть эндоскопическое устранение диастаза, то есть это есть несколько вариантов, либо это ушивание диастаза непосредственно, то есть лапароскопическими инструментами, то есть длинными инструментами, мы специальными нитями, не рассасывающимися, либо длительно рассасывающимися, ушиваем диастаз двумя рядами швов, с тем, чтобы восстановить вот эту нормальную анатомию передней бюджетной стенки. Операция эта выполняется, ну, в пространстве в подкожной клетчатке, то есть мы не соприкасаемся с внутренними органами, то есть нет риска какого-то повреждения их, наши нити тоже не соприкасаются с внутренними органами, сетчатые импланты, то есть сетки в некоторых ситуациях ставятся, в некоторых ситуациях нет, чаще не ставим, потому что нет показаний для этого. Для кого, на мой взгляд, опять же, какой пациент идеален для этой операции, то есть это пациент без лишнего веса, с диастазом, то есть если есть действительно расхождение прямых мышц живота, ну, в том числе с почной грыжей, принципиальный вопрос, на мой взгляд, именно для этой операции, что не должно быть лишнего веса, потому что тогда мы получаем максимально эстетические удовлетворения хирург и пациент, потому что для пациентов с лишним весом, если есть кожно-жировой фартук и так далее, то есть это уже, наверное, надо, точнее, я всем пациентам рекомендую все-таки в том числе проконсультироваться с пластическим хирургом, потому что зачастую то, что девушки хотят от меня получить, я не могу им дать, то есть с устранением только диастаза мы не удовлетворим все потребности пациента. Николай Сергеевич, вы сказали про имплант, сетчатый имплант, который вы кому-то устанавливаете, а кому-то нет, вот расскажите про него, кому он необходим? Считается, что установка сетчатого импланта необходима пациентам с диастазом больших размеров, то есть более 5-6 см. То есть в этой ситуации, по данным литературы, требуется установка сетчатого импланта. В этой же ситуации, опять же, есть альтернативный вариант операции, то есть это не подкожные клетчатки, тоже лапароскопические, но уже установка в более глубокие слои сетки, потому что это будет более надежно. Ну, то есть это такие, знаете, как какой пациент, вот надо пациента рассматривать индивидуально. Подготовка к операции, какая она? Вот чаще всего к вам, насколько я знаю, девушки из региона приезжают на эту операцию. Да, обращаются девушки из регионов, то есть это составляет определенную сложность, но в принципе это доступно для понимания ситуации и при общении с пациентками, то есть нужно просто общаться. Они присылают фотографии в определенных ракурсах, я прошу прислать фотографии, чтобы понять, можно ли вообще делать эту операцию или нет. Соответственно, если мы получаем, ну скажем-то, одобряем проведение оперативного вмешательства, то в принципе особо никаких подготовок не нужно, то есть пациентки проходят обследование по месту жительства, пациент единственный должен приехать к нам полностью обследованный. Соответственно, полностью проходят обследование и приезжают в плановом порядке, намечаем дату, они приезжают накануне, ложатся, их осматривает анестезиолог, ну они морально, физически готовятся к операции, и на следующий день мы проводим оперативные вмешательства. Сколько по времени длится эта операция? Операция по-разному бывает длится, все зависит от, были ли до этого оперативные вмешательства, например, кесарево сечение, что чаще всего, и в некоторых ситуациях это даже является плюсом для пациентки, потому что мы делаем наши разрезы, наш доступ в области рубца от кесарево сечения. В некоторых ситуациях еще бывает такой неприятный момент, что рубец сам по себе грубый бывает, и рубец фиксируется к глубо лежащим слоям, за счет этого получается как раз такое нависание, такой искусственный кожный валик получается. То есть мы в процессе операции можем рубец этот мобилизовать, так, чтобы он был более подвижен и более, скажем так, симпатично это все получилось. Соответственно, мы используем рубец для доступа в нашу зону операции и, собственно, устраняем. Но это, конечно, может операцию чуть затянуть. Так операция в среднем длится около двух часов. Я правильно понимаю, что кесарево сечение не является противопоказанием к операции по устранению диастаза? Нет, кесарево сечение не является противопоказанием. Единственное, что надо смотреть, имеется ли только диастаз или, может быть, есть грыжа в области ранее проведенной операции, то есть в области проведения кесарево сечения. Опять же, это все смотрится индивидуально на пациенте. И если вы узнаете, что есть еще грыжа, то что? Мы немножко меняем тактику оперативного вмешательства, то есть делаем не только ушивание диастаза, а именно то, как раз то, что я сказал, заходим в более глубокие слои и в этой ситуации уже однозначно потребуется установка сетки. То есть в любом случае вы операцию проводите? В любом случае операция, если мы одобрили приезд девушки из региона, то в любом случае мы стараемся помочь максимально сделать. Какие есть противопоказания к данной операции? Есть общие противопоказания, это невозможность проведения, например, общей анестезии, потому что операция проводится под общим наркозом. Если по каким-то причинам пациенту не может быть дан общий наркоз, соответственно, мы не можем провести эндоскопическую операцию. Есть, может быть, какие-то редкие проблемы с дыхательными путями или так называемая поливалентная аллергия, то есть аллергия на все препараты. То есть это тоже надо будет рассматривать, нужно ли делать эту операцию рискованную и идти на риск, или, может быть, девушку и так все будет устраивать. Поэтому здесь подход индивидуален и на моей памяти именно отказов в связи с какими-то противопоказаниями к операции, мне кажется, не было, потому что зачастую пациенты все молодые. О проекте «Москва. Столица здоровья» узнала совершенно случайно, когда искала подобные операции, проводятся ли у нас в регионе. Я ставила на каком-то сайте заявку, не думая совершенно об этом. Дальше продолжала искать у себя где-то. Через некоторое время мне позвонили, куратор, как она представилась, девушка, что вот вы оставляли там-то, там-то заявку. Причем я сначала не поняла, какую заявку и о чем она говорит со мной. И вообще я думала, что это мошенники опять какую-то предлагают авантюру. И потом, когда она уже стала рассказывать и мою проблему озвучила, потом я только вспомнила, что я вот где-то там подавала заявку, когда искала. И вот так как бы я попала в этот проект. Диастаз у меня появился после вторых родов. Первая у меня девочка 10 лет, она весила 3200, а мальчик он крупнее, ему 7 сейчас уже где-то 4200. И во время родов уже как бы, беременности точнее, я уже чувствовала, что у меня появляется. И после, ну он был как бы, но вот год назад у меня появилась еще грыжа белой линии живота и пупочная грыжа. И поэтому как бы стала думать, что это эстетически стало мне как бы немного доставлять дискомфорт. И поэтому как бы я решила, что нужно делать. Ну может по прошествии какого-то времени, когда я уже пришла в тонус после родов, ну я стала, да, видеть как бы, что у меня большое расхождение мышц. Ну это как бы можно самой проверить, когда ты ложишься, ноги поднимаешь, и напрягаешь чуть-чуть голову, приподнимаешься и будет здесь видно очень большая щель, дырка. Ну у меня как бы сейчас началось опущение органов еще как бы, и меня это еще смотивировало. Правая почка стала опускаться, потому что передняя стенка не держит внутренние органы. И они как бы, особенно к вечеру живот снизу, так сказать, вываливался уже. Сами грыжи нет, боль не приносят, а у меня начала побаливать спина. Это потому как бы есть от этого. И так как я занимаюсь спортом, не все упражнения, что связано с прессом, можно делать. Потому что это может ущемление грыжи быть, ну дальше ее спровоцировать. Диагноз я поставила себе сама изначально, а потом уже я пошла к хирургу, потому что мне нужно было для, ну чтобы попасть сюда, в Москву, нужно заключение же эксперта. И поэтому, да, я пошла к хирургу, мне уже поставили заключение там, но еще в Вологду съездила там, чтобы мне окончательный диагноз установили. Честно сказать, мне было 7 клиник предложено. Когда куратор позвонила, она сказала, что вашу заявку одобрили 7 клиник. Как вообще это все было? Сначала она мне позвонила, все вопросы позадавала. После сказала, хорошо, вашу заявку отдадим на рассмотрение. Прошло где-то неделька или может 2, она снова позвонила и уже сказала, что столько-то клиник одобрили вашу заявку, вы должны выбрать одну из них. Но на тот момент как раз я должна была уезжать в отпуск и боялась, что все сорвется. Когда я приехала с отпуска, решила снова позвонить по этому номеру. На что девушка дружелюбно ответила, да, конечно, Евгения, выбрали ли вы клинику. Я уже думала, что все, я пролетела с этим проектом. Получается, я наугад, можно сказать, пальцем в небо, что она на слуху, как бы, в имени Баумана клиника. И поэтому я только ее взяла так, чтобы изучать информацию в интернете о клиниках не было времени. Госпитализация у меня была в четверг, в пятницу уже была операция. Все анализы я сдала у себя по месту жительства. Я приехала сюда, здесь у меня только взяли кровь, и все, на следующий день операция была. Но я, конечно, очень боялась этого всего, потому что мне наркоза никогда не делали. Это первый раз со мной вообще какие-либо манипуляции, кроме родов, это первый раз у меня. И поэтому было очень волнительно. Но врачи молодцы. Они потому что пугают специально, я думаю, они меня так настроили, что будет очень болезненно. Выход послеоперационный период будет болезненный, наркоз тоже как бы по-разному все выходят. Я готовилась к худшему, а как оказалось, все как бы прошло замечательно. Мне кажется, от наркоза я вообще, можно сказать, не выходила, не отходила. Просто привезли в палату, я потом позвонила близким, сказала, что все хорошо, я жива. Николай Сергеевич, давайте с вами поговорим про планируемую следующую беременность после устранения диастаза. Когда можно девушке уже готовиться к следующей беременности после операции? Ну, надо начать с того, что если девушка знает и говорит о том, что она планирует беременность, я думаю, что имеет смысл устранение диастаза отложить. Потому что неминуемо, с вероятностью 99%, будет рецидив диастаза. Соответственно, надо это понимать. И поэтому, вот был у нас один или два случая, когда действительно по интернету не было сказано, что планируется беременность, но когда пациентка поступила, мы с ней побеседовали, обсудили, молодая девушка, 20 с лишним лет, с одни роды. Соответственно, где-то через год она после родов обратилась к нам. И мы разговариваем, обсуждаем, что планируете ли вы еще беременность. Однозначно, утвердительно говорит, да, планирую. Как бы муж, который рядом, тоже говорит, что да, планируем. И в этой ситуации мы обсуждаем с пациенткой, что, наверное, имеет смысл это все сделать после. Потому что если они готовы к этому, и они планируют это делать, то, на мой взгляд, лишняя операция на животе не нужна, это раз. Во-вторых, все равно это приведет, опять же, потом к нам они приедут в худшую ситуацию, то есть уже с рецидивом. Поэтому в этой ситуации мы рекомендуем отложить. Соответственно, если же вдруг после устранения диастаза все-таки наступила беременность или планируют беременность, опять же, два таких случая было, то есть девушки обращались, говорят, что мне делать, как мне быть, забеременела, то есть ранние сроки беременности. Ну, опять же, я однозначно говорю, что ни в коем случае прерывать в этой ситуации не надо беременность, надо беременеть рожать, а потом уже смотреть, что будет. Соответственно, если будет рецидив диастаза или появится грыжа какая-то, соответственно, будем с этим работать и устранять. Если не будет, ну, слава богу. Николай Сергеевич, а как часто к вам обращаются девушки, женщины из региона по проекту «Москва. Столица здоровья» с целью удалить, устранить диастаз? Наверное, ну, я думаю, что, наверное, где-то 50 на 50 с московскими пациентами. И, соответственно, доля их довольно-таки приличная у нас в стационаре. Опять же, у нас как бы преград границ для госпитализации, для операций по программе «Москва. Столица здоровья» нет, поэтому мы охотно сотрудничаем с этим проектом, охотно берем этих пациентов. Ничем эти пациенты не отличаются от московских пациентов, у них такие же проблемы. И, скажем так, возможности московской медицины позволяют помочь им, поэтому почему бы нет. Мы всегда рады таким пациентам.